Добрый день, дамы и господа, с вами канал Паяльник ТВ, и сегодня я хотел бы рассказать вам об одном интересном приложении для Windows, которое позволит превратить ваш компьютер в генератор низкочастотных звуковых сигналов. Программка называется VB-генератор, автором программы является некая компания WebStudio, имеющая своеобразный сайт webstudio.com. Приложение не устанавливается, а запускается в виде обычного экзешника, что во многом упрощает ее использование. Поскольку пользоваться программой достаточно просто, давайте ее и запустим. Ого, да, интерфейс программы на мой взгляд немножечко перегружен функционалом, однако так это или нет, станет окончательно понятно. Во время использования. Итак, программа-генератор, которая имеет полное имя VB-генератор, позволяет генерировать звуковые сигналы, то есть сигналы с частотой от 0 Гц до 20 кГц, если, конечно, ваша звуковая карта компьютера позволяет генерировать этот самый частотный диапазон. Функционалов у программы много, однако, когда мы запускаем программу, первое, что хочется сделать, нажать большую кнопочку ON. Да, пищит. Теперь давайте разбираться с тем, что же именно у нас пищит. По умолчанию программа начинает генерировать сигнал бесконечной длительности. Однако, если нам этого так уж сильно не хочется, можно переключиться на режим Limited Duration, который позволяет ограничить время звучания нашей с вами звуковой волны. Для этого необходимо всего лишь нажать на вот эту клавишу и выбрать необходимый временной отрезок. Кстати, неприятная особенность программы состоит в том, что ползунок у нас вроде как круглый. Однако управлять им все-таки приходится, перетаскивая мышкой вправо и влево по прямой. Ну да, неинтуитивно, непривычно и вообще для 2016 года, мягко говоря, неинтересно. Однако, если нам ползунок так уж сильно не нравится, можно попробовать задать время в миллисекундах прямо вот так. Например, мы хотим сгенерировать звуковой сигнал длительностью 500 миллисекунд. Дзинь, готово. Попробуем. Ну да, 500 миллисекунд, мой внутренний хронометр прямо никогда не ошибается. Также есть возможность обрезки левого канала. Для этого необходимо нажать вот эту клавишу и попробовать запустить. Кроме того, можно управлять панорамой звучания. Для этого у нас есть вот такой ползунок, который уже более привычен нашему глазу. Никакими крутилками эта штука не прикидывается, а позволяет изменять звуковую панораму от только левого через центр до только правого канала. Дабы не было мучительно больно, я сейчас немножечко уменьшу громкость своего звуковоспроизводящего устройства приблизительно так. И попробую поиграться с балансом сигнала. Только левый. Центр. И только правый. Ну да, стереопанорама отрабатывает корректно и каналы действительно переключаются между собой. Кроме того, программа позволяет использовать ослабление сигнала от нуля до минус 30, а если надо, то и ниже децибел. Этот своеобразный регулятор громкости будет полезен в этом случае, если мы хотим уменьшить громкость воспроизведения конкретно этого сигнала, однако оставив системную громкость в покое. По умолчанию программа поддерживает несколько пресетов, и пресетов у нас поддерживается практически в каждом режиме много. Об этом мы поговорим несколько позже. А пока давайте попробуем увеличить ослабление сигнала до минус 30 децибел прямо во время воспроизведения сигнала. Раз. И два. Ну да, громкость упала, все замечательно, едем дальше. Кроме того, у нас есть возможность усилить сигнал, а не ослабить его, разумеется, испортив всю частоту звучания. Для этого у нас есть вот такой крутильник, который мы сейчас с вами попробуем использовать. Да, звучать стало очень неприятно, зато громко. Итак, с панорамой, усилением, ослаблением обрезка и длительностью звучания мы разобрались. Теперь давайте попробуем разобраться с тем, что эта программа на самом деле умеет. А программа на самом деле умеет генерировать звуковые сигналы разной формы. Формы у нас на самом деле всего лишь четыре. Это стандартная синусоида, это треугольный сигнал, это пила и это старый добрый меандр, куда же позднее его. Давайте попробуем сгенерировать какой-то меандр на частоте 1 кГц, которая у нас уже сейчас выставлена в настроях программы. Итак, нажимаем кнопку ON и OFF, потому что мои ушки это не переживут. Да, действительно меандр, да, действительно кГц, да, действительно работает. В том случае, если мы хотим этот самый кГц изменить, для этого у нас есть вот такой крутильник, который позволяет изменять частоту сигнала от нуля с копейками Гц до вполне себе приличных 20 кГц, которых мы, кстати, с вами, наверное, даже не услышим. Давайте попробуем. Ну да, действительно практически не слышно, потому что это все-таки предел не только нашего восприятия, но и диапазона частот, которые способны выдавать звуковая карта моего компьютера. Программа здесь также поддерживает целую кучу пресетов, в нашем случае их 5, это 50 Гц, это у нас 100 Гц, это у нас килогерц, который является основным сигналом для тестирования разного рода аудиовоспроизводящих устройств, это у нас 10 килогерц и это у нас еще один тестовый сигнал в 15 килогерц, который, как правило, считается стандартом в тестировании верхнего диапазона звуковоиспроизводящих устройств, достаточно среднего таких класса. Кроме того, у нас есть возможность воспроизводить не только сигнал с постоянной какой-то частотой, у нас есть возможность воспроизводить также свип-сигнал, и этот функционал, на самом деле, как я понимаю, является стандартным для более-менее всех генераторов. Ну, давайте попробуем воспроизвести что-нибудь в свип-режиме. Жить, сказала программка, ну, замечательно. Теперь давайте со всем этим разбираться. В свип-режиме поддерживается возможность задать минимальную частоту и максимальную частоту, между которыми будет изменяться, собственно говоря, частота во время звучания. Кроме того, есть возможность задать само это время звучания, и для этого у нас есть третий крутильник. Так, например, если очень сильно хочется, давайте попробуем сгенерировать свип-сигнал длительностью 5 секунд, который начинается с частоты 500 Гц и заканчивается, ну, например, 5 килогерцами. Готовы? Замечательно. Поехали. Звучит пренеприятнейшее, однако сам свип-сигнал отлично воспроизводится и сам свип-мод отлично отрабатывает. Кроме этого, мы можем изменить направление излучения. Не хватает только болтов в конце. И зациклить этот самый свип-сигнал на повтор. Кроме этого, программка поддерживает целую кучу режимов шума. Для этого необходимо включить noise. И в этом случае перестает воспроизводиться старое доброе синусоиды. Кстати, не очень понятно, на самом деле, почему здесь написано синус, если программка позволяет воспроизводить не только синусоидальную форму сигнала. Ладно, оставим это на совести разработчика и поедем разбираться с шумами. Шумов у нас здесь несколько. Во-первых, это дельта-функция. Для тех, кто не помнит, это теоретическая функция, которая имеет бесконечно большую амплитуду, но бесконечно малую протяженность во времени. Как это звучит на практике, мы сейчас с вами выясним. Ну да, практически никак не звучит. Видимо, не хватает потенциала моей звуковой карты. Тогда разбираемся дальше. Кроме дельта-функции, у нас есть стандартный розовый шум. На мой неискушенный слух, он недостаточно розовый, но ничего не поделаешь. Если обычный розовый шум нам не интересен, есть розовый шум, развернутый на 180 градусов. Ну да. Кроме этого, есть розовый шум в стерео-режиме. И есть совершенно потрясающий генератор шума, который генерирует сигнал, состоящий аж из 30-ти одной синусоидальной огибающей около 1 треть октавы. Пробуем. То ли пианино, то ли орган, в общем, ладно. На этом хоть сколько-нибудь полезные функции программы заканчиваются, поэтому подведем итог. Веб-генератор, который написан достаточно давно с сомнительной компанией webaudio.com, представляет собой вполне себе приличный годный генератор низкочастотных аудиосигналов, который может с легкостью пойти для тестирования наших с вами звуковых карт. Как в дешевых ноутбуках, так и во вполне себе профессиональных аудиосистемах. Запускается это все дело совершенно без проблем на самых последних версиях Windows. В частности, у меня сейчас это дело работало под управлением операционной системой Windows 10, которая не так давно вышла. И работает она на самом деле без каких-либо проблем. Примечательная особенность программы это то, что она не устанавливается, это то, что она запускается прямо из экзэшника, что не может не радовать. Однако у программы есть одна маленькая особенность, которая нам станет очевидна в прямом смысле этого слова, как только мы закроем основное окошко. Да, генерируется какой-то файлик, который содержит в себе текущие настройки программы. Если же снова запустить этот самый веб-генератор, настройки будут совершенно восстановлены. То, что программа сохраняет свои настройки, вернее пользовательские настройки в каком-то файлике, а потом их грузит, это конечно плюс. Но вот то, что она делает это прямо там, где лежит, это конечно минус. В этом случае я бы рекомендовал все-таки залить эту программу в какую-нибудь папочку, где ее никто, кроме вас когда-нибудь не увидит, а на рабочий стол или куда-нибудь еще вытащить обычный герлычок. Кроме этого досадного расстройства программа вполне себе работает. Также минусом программы является то, что она не поддерживает экспорт в какой-то аудиофайл и нет возможности воспроизвести этот самый файл без использования веб-генератора. А на этом у меня все. С вами был канал Паяльник ТВ. Всего вам хорошего, доброго, качественных вам аудиогенераторов, которые позволяют экспортировать свои творения в аудиофайл. И Сим-Три.